Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзоры ресторанов, а я в Москве, не в центре. Станция метро Кантемировская, ТЦ Кантемировский и позади меня пиво Варкрафт. У нас был очень успешный, удачный обзор таверны Дяди Геральт. Две-три на стоечке бахнуть и все будет в порядке. Я подумал, что почему бы не продолжить? Тем более, вроде как, они как-то связаны. Пиво по Варкрафту и закуски, видимо, тоже по нему. Давайте посмотрим, насколько это вкусно, интересно, аутентично и так далее. Помогите мне, потому что я в этом плохо разбираюсь. Я уже вам рассказывал про наш новый полезный телеграм-проект Скидкомет, где каждый день публикуются выгодные акции, скидки и промокоды. Только что конкурсы один конкурс, и вот начинается второй. Мы находимся в Петербурге, в лучшей чайной Чахурум, но победить могут не только жители северной столицы. В этот раз будет целых три приза, три чайных набора, чтобы у вас было больше шансов на победу. В один набор входит специальный чайник Типот, две фарфоровые пиалки и отличный красный вулканический чай из провинции Юнань. Правила, как всегда, максимально просты. Переходите по ссылке в описании в телеграм-канал Скидкомет, подписывайтесь, жмете кнопку участвовать и ждете неделю. Всем удачи! Довольно странная ситуация в бар приходить в час дня к открытию, но таковы условия моей работы. Мне хочется, чтобы картинка была насыщенней, сочнее, поэтому мне нужен дневной свет. Здесь вы это понимаете. Естественно, в баре никого, ребята только открылись. Я не к тому, что, возможно, косяки, то есть, как бы, это в любом случае не мои проблемы, но вот обстановка такая максимально тихая, даже музычка еще не включена, стаканы протирают, продукты готовят. В общем, в любом случае будет интересно. Сказали, что пельменей нет, потому что еще не привезли, и закончились крылышки. Все остальное есть. То есть, это сырный люторок, мрглахнах, колбасини и так далее. Бургеры, тысячелетние маринованные яйца. В общем, поедим и немножко выпьем. Что у нас по антуражам? Конечно, вечером было бы по атмосфернее, но сейчас я вижу атрибуты из Варкрафта. Какие-то вымпелы, какие-то оружия. Все, на самом деле, скорее всего, относится нас к этой игре, потому что я, честно, не играл, не читал, не смотрел, но жду поэтому в комментариях ваши отзывы о том, насколько это аутентично, правильно ли названы позиции в меню и нет ли смешения вселенных. Потому что для меня, правда, это другой мир. Я снимаю, чтобы показать, что и такое есть. Мало ли есть среди вас любители данного фандома. Занятно, что между кофе Черной горы и Чипсу и Принглз затесалось а-ля Крэйзи меню. Разбит стакан 150 рублей. Фото с реквизитом. Бармен в помощь 150. Приставка PS4. Час игры можно с барменом, если не занят. 300 рублей. Магниты Hearthstone разные. ХД. Это либо улыбка такая, ну, знаете как, либо HD. Точнее, XD. А XD что значит? Дэнчик не знает. Я понял, почему некоторые слова мне знакомы. Я в Hearthstone играл. Недолго, но какое-то время точно. И Малфурион. Это одно из многих, что я помню. Ну, Мурлок, Голден и так далее. Интересно, может быть, что-то еще вспомню. Так, можно мне просто разбить стакан? А пальчики Мурлока есть креветки? Да, конечно. Хорошо, давайте их. Что касается бургеров, давайте классику. Видимо, зверобургер, да? Давайте опустошители с острой булочкой. А в чем отличие, грызлодеры от Загзага, кроме булочек? Ну, так, чтобы прямо... Ну, грызлодеры, помидоры, яйцо. Не салат, а салат с луком. А в Загзаг здесь лук будет обжаренный просто. А у вас картошка фри идет прямо в самом бургере? Да, прямо в самом бургере. Там несколько горек. Это вообще законно? Напитки у вас только здесь, или еще где-то есть? Это розлив. Вот эти вот 28 кронок, это все розлив и два холодильника. Давайте вот, чтобы был спектр, то есть от сладкого там до горького через кислое. На столе первая закуска и первый стакан с пивом. Вообще, с хмельным у них особая акция, предложение или ситуация. То есть, в принципе, можно 2-3 крана просто попробовать бесплатно, чтобы понять, какой вы будете пить в полноценном объеме. Но так как мы заказали 5, то тут где-то 100 миллилитров и мы платим 1,5 часть цены. То есть, это нитротопливо, так бы стоило 250 за 0,5, а так 50 рублей. Ну, слушайте, за диктационную чарочку вполне себе ничего. Лайтовенькая, светлая пивоварня Вау Брю, 4,5% алкоголя. За ваше здоровье, господа. Ну, пахнет просто обычным светлым пивом, без изысков. Спокойная, неяркая, вот чистая классика. По сути, про него я больше ничего сказать не могу. Естественно, есть такие, которые, да ты чего, это же нитротопливо, Вау Брю, запустить там на час. В общем, для начала норм. И переходим к закуске. Это у нас тысячелетние маринованные яйца, 169 рублей за 3 штучки. И суккуриное, древний маринад. И, конечно, отличается от той подачи, которая в меню у нас. Здесь вот белая красивая тарелка, листья салата, зелень, а здесь просто картонная коробочка. Ну, конечно, нужно очень хотеть эту закуску, чтобы заказывать ее в таком виде. Дали вилку, не дали нож, значит, будем кусать. Яйцо вкрутую, маринад делают сами. Кисловат аромат со специями. За ваше здоровье, господа, тысячелетние маринованные яйца. В кислинке добавилась пикантность небольшая, то здесь еще есть перец, возможно, паприка, может быть, молотый, красный. Ну, в принципе, как закуска, это может быть нехорошо, но, конечно, странно, потому что хочется горячим закусывать, но, однако, если это ноу-хау заведение или их фишка, если это в меню, то, скорее всего, берут. Я думаю, что в целом может кому-то понравиться. Без восторгов, то есть просто яйцо в маринаде. Но так и было, в принципе, написано. Я не знаю, вот насколько яйцо подходит к пиву. В комментариях жду знатоков. Ну, то есть это максимально странно для заведения, потому что яйцо только в столовых, помню. То есть вот там прям либо целое с горошком, либо расплавильное. Здесь в баре Варкрафт. Подача номер два. Ливердог из Василиска, то есть классическая, свиноговяжья колбаска, огурчики, жареный лук, кетчуп, горчица 299 рублей. И экран номер 11. Дос Ограс классическая и по с цитрусом. 290 за 0,5, значит 58 за 100 миллилитров. О, да. Сразу пошел фрукт. Такая вот кислиночка, экзотическая. Тоже максимально легкая и навязчивая. Чисто, чтобы смачивать горло после какой-нибудь жирной еды. И давайте приступим к классике. Булочка мягкая, увесистой, много жареного лука, видим огурцы маринованные, кетчуп и свиноговяжий. Опа! А вот это неудобняк вышел. То есть я немножко подраскрыл и здесь тонкая перепонка между булочками лопнула. Да, это конечно максимально странно, неудобно и малоприятно. Но будем как-то выкручиваться за ваше здоровье, господа. Да, здоровая сосиска в такой булочке неплотной. Плохо держится. Я, конечно, возможно, сражался, но сосиска отдает магазины, то есть вот той самой молочной. Привык я все-таки к друже, к ходу, к бульдог, к ес 1993, где самодельный либо близкий к самодельным. Тот самый привкус магазинный. Сосиски здесь есть. Неудобно, конечно, есть это 100%. Булочка не справляется с натиском. А так, в целом, все по классике. Кетчуп обычный, простенький, бодрые огурцы, остатки вот жареного лука, булочка, тоже стандартная, но при этом мягкая, свежая. А вот это уже похоже на что-то интересное. Сырный люторок, сырная колбаска, пармезан, релиш, сырный соус по той же цене 299 рублей. И вот здесь, конечно, да, и колбаска у нас с сыром интересная такая, охотничая, и прям много пармезана, сырного соуса, релиш чувствуется. И, кстати говоря, я вот так же раскрыл, и булочка не поехала, не порвалась, то есть тут все в порядке. За ваше здоровье, господа. Очень горячая. Вот максимально с пылу и жару. Это более мясная, чем та. То есть она называется сырной колбаской, но при этом мясо здесь хорошее количество, то есть она не только из сыра сделана. Такая пикантная, охотничья, солноватая, в принципе, ну, ближе к стандартной пикантной. Пар. Я не знаю, видно, нет, многие говорят, что да, многие, что нет, но в любом случае он есть. Как могу сделать на темном? В общем, от пива дошла бы вообще шикарно. Чувствуется сыр, что немаловажно. И вот это 300 рублей может стоить смело. Если предыдущая с натяжкой, там слишком все знакомо, слишком все классическое, то здесь я понимаю, что постарались. Но после пары укусов все равно все это дело развалилось. Возможно, я рукожоп не отрицаю, но просто будьте аккуратнее. Ну, вкусно. Особенно запивая вообще хорошо. Благо, есть много салфеток. Обойдем дальше. Последний на сегодня хот-дог мрглгаг нах. Куриная колбаска, халапенье, жареный лук, острый соус, горчица. Та же самая цена 299 рублей. Жареный лук очень странный предмет. Вроде его много, но поднимаешь, кусаешь и все это сыплется. Можно, на самом деле, смело его класть меньше. А это у нас кран номер 19, сердце лича от Мил Стаут, овсяночный Стаут. 290 за 05 мы заплатили 58 рублей. Очень плотная, медленно стекающая пена, глубокий аромат, то есть хлебушек черный, овсянка, кстати. За ваше здоровье, господа. Быстрыми глотками, как предыдущие, пить не нужно. Вы делаете глоток, и ждете. Рецепторы привыкают, вы чувствуете горьковато, хлебное послевкусие. Да, секунд 5 и можно закусывать. Острый хот-дог, как нам сказали, здесь у нас острый соус, халапенье, горяченная куриная колбаска, самая сухая колбаска из всех трех. Запивание вам не поможет, она сама по себе, с основания такая. Давайте попробуем все вместе. То, о чем я и говорил, один укус и лук развалился. Островато. То есть, тут для любителей острого, но и для, видимо, любителей сухой колбаски, потому что, ну, даже возможный интерес, пикантность, который здесь есть от халапенья, то, что вы соусы от горчицы, она скашивается тем, что мясо тут не идеальное, мягко говоря. По какой-то причине здесь булочка очень плотная. В предыдущих двух она была мягкая. Хотдог получился неудачным, и все-таки это как закуска данного заведения не очень подходит. Потому что вы в любом случае либо обляпаетесь, либо стол загадите. Да, нужно пиво закусывать, но здесь хотдоги очень неудобные. Переходим к более удобным закускам. Пальчики мурлока 429 рублей. Королевские креветки в панировке и соус. Вот такие вот у нас красоточки в панцире. Панировка плотная. Креветочки вроде как нежные. Здесь все удобно, эстетично и вкусно. Хотя цена 429 рублей за 7 штучек и соус выше той, которую хотелось бы здесь получить. Точнее расплатить. Но по вкусу нет претензий. Панировка плотная, но при этом она не забивает вкус креветки. Не то, чтобы она дала раскрыться ему, но по крайней мере они вот как соседи, как хорошие такие добрые соседи, никому никто не мешает. И давайте соус макнем. Соус гриль с дымком. Небольшая солоноватость есть, но как раз таки она очень считается с грилем креветком подходит. В принципе очень хорошая закуска. То есть вы берете хмельное себе берете закусочку, отдыхаете, слушаете музыку, может быть, общаетесь. Невыдающиеся, без изысков, но с другой стороны в баре мы ничего такого и ждать не должны. пальчики мурлока. То есть название нас отсылает к Варкрафту, но по сути это просто название обычного блюда. Если у футдоги были норм или средние, то это уже неплохо или даже ближе к хорошо. Перешли в раздел бургеры. Это у нас звера-бургер. Булочка с кунжутом, говяжья котлета, сыр, салат, огурчики, лук, кетчуп, специальный соус 379 рублей. Но опять же начинаем с классики. Такая блестящая булочка с кунжутом, а это у нас конец пути. 15% алкоголя. Самая крепкая за сегодня. Russian Imperial Stout 60 рублей за 100 миллилитров. Так бы стоило 300 за 05. И вот здесь уже не хлебушек, не горчинка, здесь уже близко к спиртовому аромату. 15 градусов пива. Представьте, что у вас в стакане была водка. Бывает такое. Была. То есть там осталось на донышке совсем. И вы залили пивом тоже крепким. И вот что-то среднее у вас получается. Да, это бодрит. Этого много не выпьешь, да и не надо. Но большого любителя, который уже пробовал все легкое, все среднее, все сильное, но такой. А вот удивите меня чем-нибудь. Пожалуйста. Да, есть какие-то отдаленные хлебные ноты, но правда ощущение, как будто ты смешал пиво с водкой и получил данный продукт. Кому-то понравится. Для меня все-таки too much. Но заставляет задуматься. Так, зверобургер. Давайте разбираться. есть сырный соус, есть котлета, есть лук, есть салат. Обещали огурцы. То есть они у нас заявлены, но как-то я их не наблюдаю. Они же не могут быть под салатом, иначе это неправильно собранный бургер. Как-то странно. Такое чувство, что булочки смазаны жиром, либо маслом для блеска, но опять же руки у вас тут же будут грязными. То ли котлета очень жирная, то ли масло с булки, оно проникает везде. И ты вроде как первый укус понимаешь, что да, мясо, овощи, чувствуется соус, а потом раз, и у тебя просто пленка из жира. И ты уже думаешь, ага, а где же было то великолепие первые несколько секунд? И да, забыли положить огурцы. Огурчики, как написано. Если, конечно, сравнивать с дядей Герлзом, там все-таки таверна, здесь чисто бар, паб, то есть тут нужно пить пиво. Много стаканов, большой выбор из холодильника. В плане еды здесь, ну, все средне или посредственно. То есть можно поесть, можно, так сказать, набить желудок, но так, чтобы прийти сюда чисто вот за едой, такого я не скажу, не могу сказать и не наблюдаю. Бургер номер два опустошитель. Острая булочка с кунжутом, говяжья котлета, сыр, салат, халапеньо, лук, жгучий, острый соус, горчичный соус. 379 рублей, как и прошлая позиция. Ау! Да, я понял. Если котлетку они на гриле жарят, то все остальное у них после микроволновки. И обжигающая, горячая, жирная и прям вот мокрая булка. Печально. То есть даже его не взять. Я очень хочу его взять, но снизу все это очень горячее и мокрое. Что у нас по пиву? Это роса вечного утра. Сауэр. 380 рублей за 0,5. И у вас написано сколько за 100 мл. Считать как-то нет нежеланий возможности. Легонькая. Маракуйя юдзу по вкусу должна быть. Да, в запахе есть маракуйя. То есть такая вот кислиночка, экзотическая. знакомая нам и в принципе по запаху чисто лимонад. Ничего пивного здесь нет. Да, да. Легонькая, кисленькая, чисто. Либо для начала, либо для конца, либо на всем причине пути. Приятный маракуйя сауэр. И надеюсь пока мы болтали, чуть остыло. Нет, нет. Все-таки это почти нереально взять. У нас получилось взять его под микидки и мы видим как будто кожу после долгого нахождения в воде. Ассоциация не очень аппетитная, но сорян какая есть. Это очень тяжело есть, потому что прям горячо. Если края остыли, то в середине прям обжигаешь. И не потому что остро, а потому что горячо. Та же самая история. Сытно ли это? Да. Дорого ли это? Да, в принципе нет, но полуфабрикат и такое чувство, что забыли посадить котлету. То есть я вот ем мясо, я чувствую его вкус, но нет ни специй, ни соли. Предыдущее было, что характерно. Ну да, в котлете прям вкуса не хватает. Мы чувствуем огурцы и острая булочка, и жгучий острый соус, и все это хорошо. То есть тут заявленное все есть, но здесь котлету не доготовили. Я не знаю, что сказать. Еда ли это? Конечно, еда. Съедобно ли это? Бесспорно. Вкусно ли это? Нет, ни в коем случае. То есть ну это вот просто закинуться и то, когда остынет. Хотя когда остынет, будет ли это приятнее есть. Хотя и сейчас мне очень приятно не держать в руках, не ощущать, не кусать, ничего. Меня может быть завышен ожидали от заведения, потому что я готовлюсь, я выбираю, я хочу, чтобы было интересно и вкусно, чтобы с мукой фануть, и чтобы вам было приятно. Я еду, бывает, за 3-9 земель. Я плачу свои деньги, и когда получаю такое, мне грустно. Последний бургер на сегодня «Грызлодер» 459 рублей. И знаете, в чем мое недовольство? Тут, конечно, написано, что внешний вид блюд может отличаться от изображений в меню, и в плане хот-дога я это принимаю. То есть, там наверху ряд огурцов, вживую у нас он был под луком. Это окей, если все ингредиенты на месте, без вопросов. Но тут злаковая булочка. И это отличает «Грызлодер» от других. Злаковая булочка, грижа котлета, сыр, помидор, салат, огурчики, рели, шлук, картошка фри, жареное яйцо, кетчуп и спец соус. Здесь мы видим обычную булочку с кунжутом, которая была в предыдущих. Но давайте откупаем кубышку. Яйцо, соус, картошка фри, рели, рели. Первый раз, по-моему, здесь помидоры. Нигде их больше не было, хотя казалось бы. Вот вам мои помидоры. Та же самая история, что и с котдогом, разваливается, и та же самая история, что и с бургерами. Из микроволновки, очень горячие, мокрые. Эта цена уже прям кусачая. 459 рублей в таком заведении. Это все-таки ты подумаешь, при чем отдать. Да, картошка фри для усытнения. Яйцо, все понятно, и помидор здесь, но эти деньги можно потратить, скорее всего, на что-то более полезное. Например, на пиво или на коктейли. А вот этот бургер меня удивил. Он вкусный, правда, при всех минусах и недочетах, которые здесь есть, здесь чувствуется вкус. И как раз таки помидорка, грамотный соус, яйцо, его дают. Конкретно этот бургер неплох в сравнении с предыдущими, но если мы выбираем место, где поесть, то вряд ли пиво Варкрафт это то место, куда нужно ехать за едой. К сожалению, опять же, да, я и вас жалею, что вы под это едите, и себя жалею, что я потратил время, свое и ваше, деньги, только свои. Но зато мы теперь знаем, как обстоят дела с утра в этом заведении. Возможно, вечером вы придете, и у вас все будет с полужару, все прям весело, задорно, вкусно, но в час дня точно не приходите за едой. Десерт, награда за еду сегодня в качестве десерта гренки коготь гренки. 179 рублей за 100 граммов. Чесночные, ржаные гренки с укропом в размере трех целых больших штук. И в качестве дежестива заказал дикую чернику 290 рублей за 0,5 или сами посчитайте, сколько, а Денчик посчитает за 0,1. Ну, слушайте, похнил сладковато, правда, черника. Ее ни с чем не перепутаешь. За ваше здоровье, господа, либо почти негазированные, либо вообще негазированные. Просто вот черничный сок с кислинкой сидоровой. Ну, реально лимонадик. То есть, это можно выпить точно литра 2. Не так, как обычно можно выпить и улететь, а выпить и нормально себя чувствовать. Тут 5,5 градусов. Ну, простенько, вкусненько, то есть, это точно и девичий напиток, и пацаны могут выпить и насладиться. Греночки точно хороши не из темного хлеба, а из серого ржанового. Сделано хорошо, внутри мягенькие, все снаружи, маслицы, как и нужно в отличие от бургера, укроп, ароматные, с чесночком, душистые, уфсят. Да, вот, вот, нужно брать гренки, приветки и все. Никакой здесь еды. Ни курт-доги, ни бургеры даже не смотрите. А так, кстати, проверено бронтозорро. Гренки очень неплохие. То есть, на без хорошей еди, гренки хорошая еда. Вот такой необычный обзор получился сегодня. Можно сказать, точечный. По сути, полезен только и жителям Кантемировской и Царицыно. И такие бывают. Я всегда стараюсь найти что-то интересное и сегодня было интересно. Не поспорит никто. Необычно. Но вот по еде, конечно, провал. Но в любом случае, работа сделана, обзор снят, уже смонтирован. Спасибо Денчику. Ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новые, вкусные, надеюсь, обзоры. Лучше всех. Макс Брант. Ссылки в описании. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова